Конкуренция Конкуренция – двигатель экономического прогресса. Это выражение по сей день не теряет своей актуальности. В конце прошлого года Владимир Путин утвердил национальный план по развитию конкуренции. В заседании по выполнению программ на территории Ульяновской области приняли участие федеральные эксперты, в том числе заместитель руководителя антимонопольной службы России Сергей Пузыревский. Я думаю, что наша общая задача, и в данном случае федеральная антимонопольная служба должна выступать таким помощником региональным властям, сделать так, чтобы частный бизнес, во-первых, в первую очередь развивался, чувствовал себя уютным, но при этом и бизнес должен нести ответственность. Здесь в данном случае такая взаимная должна быть доверие, взаимная ответственность. Разработанные на основе плана дорожная карта включают в себя ряд показателей. К 2020 году должно снизиться количество антимонопольных нарушений органов власти не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Также вдвое к этому времени должна быть увеличена доля госзакупок у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Поставленные цели должны привести к глобальным результатам. Необходимо навести порядок с государственными и муниципальными предприятиями. И я уже сказал о том, что нам необходимо действовать в четком соответствии с национальным планом. А это значит, что госпредприятия должны уйти с конкурентных рынков. Иными словами, госкомпании должны освободить те сферы деятельности, где могут справиться частники и справиться лучше. В первую очередь изменения должны быть заметны для потребителей, но в то же время отражаться на экономическом потенциале региона. Не создать большее количество игроков на рынке, но в то же время и повысить конкурентоспособность наших организаций, чтобы они могли конкурировать с мировыми производителями и с мировыми игроками. То есть здесь необходимо будет придумать такие механизмы для модернизации производства, для применения более высоких технологий на территории регионной скорости. Губернатор поручил утвердить должностных лиц в каждой отрасли, ответственных за развитие конкуренции и внедрение антимонопольной практики. После прохождения соответствующего обучения, они приступят к своим обязанностям. В указе президента предусматривается создание или подразделений, или должностных лиц, которые будут отвечать за развитие антимонопольного комплаенса, то есть оценивать издание документов, разработку документов и решение этих органов власти, их влияние на развитие конкуренции. Это примерно в Ульяновской области был большой опыт по работе в борьбе с коррупцией. Министерство развития конкуренции и экономики считает, что такие должностные лица должны появиться не только на региональном уровне, но и в муниципалитетах. Это поможет активнее заботиться о соблюдении антимонопольного законодательства на местах. В завершении совещания было подписано соглашение между губернатором и Федеральной антимонопольной службой о взаимодействии. Документ, по сути, пролонгирует действия предыдущего соглашения, заключенного в прошлом году. Только теперь государственные органы, субъект и федералы будут действовать в рамках национального плана по развитию конкуренции. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости дня, Ульяновская правда.